В Тверской области возрождается еще одна святыня. Близ деревни Едимонова Конаковского района осветили поклонный крест на месте прощания Михаила Тверского с Анной Кашинской. По преданию, именно здесь, в местечке Святая Гора, князь в последний раз видел свою супругу и детей перед тем, как отправиться на суд в Орду. Чин освящения совершил митрополит Тверской и Кашинской Амвросий. В мероприятии принял участие губернатор Игорь Руденя. Заповедные места недалеко от села Городня Тверской области. Здесь, на небольшом острове, до которого можно добраться только по воде, располагается одна из важнейших православных святынь. В местечке Святая Гора, которая с трудом и на карте-то отыскать можно, стоит вот этот крест. Он был установлен в этом году на месте, как гласит предание, где святой благоверный князь Михаил Тверской прощался со своей супругой Анной Кашинской и детьми перед тем, как отправиться на суд в Орду, где был убит. Он прощался здесь со своей малой родиной. Он прощался с родиной своей мамы. Потому что есть еще одно место на Нерли, где он уже вообще расстался с сопровождающим и уже пошел дальше. То есть вот это так я предполагаю. Краевета и следователь Владимир Глухов уже не один десяток лет изучает историю этого места. Как рассказывает специалист, в 19 веке на Святой Горе взамен деревянной была установлена каменная часовня, в которой находилась картина икона прощания Михаила и Анны на границах Тверского княжества. Эта святыня сохранилась до наших дней, а вот часовня оказалась утрачена. Однако не так давно в этом месте был установлен шестиметровый поклонный крест. Место, которое находится ближе всего к Волге, просмотр хороший, ну и часовня тоже была где-то совсем недалеко. Обряд освящения поклонного креста в пятницу 22 октября провел митрополит Тверской Кашинский Амбросий. Как отметил владыка, возрождение этой и других святынь на территории Верхней Волжи имеет особую значимость для всех верующих Тверского края. Каждый, кто живет сегодня в 21 веке, прежде всего молодые люди, должны знать свою историю. Если они свою историю забудут, они потеряют эти корни, они останутся без родства. Поэтому всякий раз, когда делаются такие акценты, и особенно когда такого рода памятные кресты или храмы, или часовни воздвигаются, они дают начало этой жизни, новой жизни человеку 21 века. На церемонии присутствовал губернатор Игорь Руденя, глава региона, выразил уверенность, что это место станет популярным среди молодежи, жителей и людей, которые приезжают на Тверскую землю. Это место исторически было в памяти жителей Тверской области многих-многих-многих поколений, начиная с начала 14 века. И вот сегодня, по прошествии практически 7 веков, мы находимся на том месте, где начиналась, наверное, самая глубокая история Центральной России. Добавим, что картина икона «Прощание Михаила Тверского и Анны Кашинской» в настоящее время экспонируется в Кашинском краеведческом музее.